Христос Воскресе, дорогие братья и сестры! Мир вам и Божие благословения! Христос посреди нас! Мы, милостью Божией Архиерей Царской Империи, стараемся доносить до вас всякую важную информацию с любовью, с отечественной заботой, давая всему правильную духовную оценку, если мы освещаем какие-то события в происходящем мире. Насколько Господь нам все это подает? Но вот сейчас, дорогие друзья, мне никак не хочется погладить многих из вас по голове. Мне хочется сказать сейчас строгое слово, обичевать некоторых из вас, потому что есть люди, которые распространяют в Царской Империи между братьями и сестрами всякие видения, всякую информацию от разных блогеров без архиерейского благословения. И это вносит всякие смущения, страхи и сомнения в души наших братьев и сестер. Престаньте это делать! В Церкви Христовой Господь устроил так, что все распространяется и всякое дело делается по благословению тех архиереев, которых Господь поставил в Своей Церкви. Если кто-то делает что-то по своей волею, без благословения, считая, что он что-то важное делает, то это все будет иметь недобрые плоды. Братья и сестры, остановитесь, если вы чувствуете, что это слово относится к вам. Если к вам пришла какая-то информация, что к кому-то там из сестер, является отрак Вячеслав, или какие-то другие там видения, или информация о том, что там в мире что-то готовится, какое-то страшное ужасное событие, вы в первую очередь должны спросить, что об этом думает наша архиерея. Есть ли на то благословение это распространять? Если нет благословения, или пока нет благословения, то ничего доброго от вашей такой лжезаботы не будет, дорогие друзья. Вы нанесете вред и себе, и Церкви Христовой. Несете смущение в ума верующих. Вот враг так и действует. Он старается найти между нами каких-то немощных, своевольных, непослушных, для того, чтобы через них распространить такую информацию, которая поколебает веру в людях. Понимаете, дорогие друзья, мы на духовной войне, и в Царской империи Господь людет и хранит нам все по благословению. Всякая своеволия, всякая информация, которая распространяется без благословения, будет пресекаться. Если кто-то думает, что если с нами по поощрению Божию нету пока Государя, Держанна Владыки Зусимы, и не будет кому сказать строгое слово, вы очень ошибаетесь, дорогие друзья. Держанна Владыка поставил Церкви вместо блюстителей. Есть у нас Архиерейский Собор. Господь у нас, грешных архиереев, через своего помазанника многому чего уже научил. И поэтому найдется сказать слово нам в отношении тех или иных смутьянов, которые осознанно или неосознанно вводят смущение в среду наших братьев и сестер. Братья и сестры, осознайте милость Божию, что Господь, сохранив Царскую империю под ереси и поставив на борьбу с самим Антихристом всей его системой, все нам открыл, что нужно для нашего спасения. В Царской империи все ясно. Где пророк Илья, где Антихрист, где церковь, где ересь, где спасение, где заблуждение. По милости Божией нам все Господь открыл. Нам не нужно блуждать по просторах интернета и искать что-то новое. Какие-то видения, какие-то пророчества. Это все подается братья и сестры с ядом, заблуждение, лукавство. неправильного истолкования всего того, что происходит сегодня в мире. Берегите себя от этого. Не разбавляйте живую воду всякими помоями, дорогие друзья. Если нужно будет передать вам какую-то информацию, мы, Архиерея, это обсудим и передадим вам с своей оценкой, которую нужно преподнести с этой информацией. Учитесь послушания, дорогие друзья. Учитесь все, делать по благословению и всякую информацию воспринимать по благословению. Душа наша заражена вот таким праздным любопытством. Нужно с этим бороться. Держан Владыка говорил, что человек, который предается праздному любопытству, он никогда от Бога не получит молитвы. Вы лишаете себя дару Божьей молитвы, блаждая по просторам интернета, ища для себя что-то интересное и приятное. Будьте воинами Христовыми, дорогие друзья. Не обольщайте себя и других. Так Господь устроил в церкви его все должно быть по благословению и послушанию. Если мы что-то делаем без благословения, распространяем какую-то информацию, которая кажется для нас важной, то мы осознанно или неосознанно что под этим подразумеваем? Что мы как будто больше заботимся о людях, чем архиереи. Что мы больше любим, чем поставленные от Бога на то священнослужители. Это же прелесть. Остановите себя, придите в себя. Нам нечего бояться, кроме Бога. Господь нас хранит в царской империи, дорогие друзья. Да, мы идем на Голгофу. Нам многим предстоит и уже терпим много трудностей и скушений и испытаний. Но мы чувствуем, как ясница Господня защищает нас. Господь сказал через пророка свою лью, что море будет гореть, а наших одежды не коснется. Если мы будем своевольниками, непослушными чадами и будем паршивыми овцами, то Господь нас выкинет из царской империи. Чтобы мы никого не смущали, не соблазняли. В царской империи не только нужно прийти, здесь нужно еще сохранить себя. Потому что здесь не только большая благодать Духа Святого, здесь, как я уже говорил, большая брань. Ибо враг хочет нас смутить, посетить всякие сомнения, недоверие к архиереям, к церкви, к помазаннику. Чтобы принявся этот дух нечистым, мы потом отошли от церкви Христовой и вернулись назад в это болото, в заблуждение, в погибель. Храните себя, дорогие друзья. Очень важно то, что вы смотрите, то, что вы воспринимаете. Бывает, мы как-то под поверчивостью, по наивности своей, что-то от кого-то услышали и сердце наше принимает. Но нужно всегда всякую информацию, даже если это идет от братьев и сестер наших, которых мы знаем и любим, нужно все перепроверять. Господи, разуми, правда ли это, а тебя ли это? А как это понять нужно в первую очередь? Именно через архиереев. Если нужно будет для вашего спасения, назидания, Господь через архиерийский собор и откроет. Вам и благословит эту или иную информацию. Нужно хранить себя, братья и сестры, хранить свои чувства, свои зрения, свой слух, свои души, свои сердца от всякого заблуждения, от ложного толкования пророчеств, всяких видений. А сколько этих видений? Ой, очень как... Не сосчитай, друзья, все пространство интернета забито этими пророчествами и видениями всякими разными. Это все я духовный. Если оно от Бога и будет воля Божия, чтобы нам это открыть, Господь откроет. Вот все просто и ясно. Без послушания, без смирения, без благословения в церкви царской империи никто благодати Духа Святого не получит. Царская империя живет по благословению и послушании от Духа Святого, Бога нашего. Если вы хотите быть чадами царской империи, будьте верными и послушными. И без благословения архиереев ничего не принимать. Что-то услышали? Сразу вопрос. Первым делом, есть ли это благословение архиереев? Что об этом думают владыки наши? Вот у вас должна быть вот такая защита, духовный иммунитет. Мы сами архиереи Божьи решаем многие вопросы на архиерском соборе, удивляемся милости Божией, как Господь нас хранит. Мы также иногда в этой архиереи ошибаемся в тех или иных вопросах. И мы все обсуждаем друг другом на архиерском соборе. Господь показывает нам истину, правду. Очень сильно благодарим Бога за то, что Он нам подал этот архиерский собор. И сам помазанник всегда с нами советовался с архиереями. Он всегда свои видения, свои чувства перепроверял через нас архиереи. Вот так соборно и совершается служение в Церкви Христовой. Через соборность Господь действует. Потому что мы все немощные. И архиереи, какой бы ни был человек праведной жизни, враг может в какой-то момент подступить, соблазнить его. Поэтому Господь через друг друга нас вразумляет и наставляет. Нас архиереев через Христовский собор наставляет, вразумляет. И вас всех также через Архиерийский собор, дорогие друзья. Будьте бдительными. Учитесь послушанию. Все совершайте по благословению. Если вы будете своевольничать, если вы будете непослушными, если вы станете паршивой овцой, то, конечно, Господь вас откинет из Царской империи. Такие же случаи, к сожалению, есть. Потому что люди принимали всякую информацию, всякие ведения пророчества с духовным ядом, с таким кривотолкованием, с духом Антихриста. И получалось, принимали недоверие к Архиереям Царской империи, сомнения, страхи, уныния и так дальше. Вот и человек уходит из церкви. А куда идти? Кроме Царской империи нет церкви сегодня, дорогие друзья. Кому идти к еретикам, к расхольникам, предателям? Там же погибель. Поэтому храните себя, будьте послушными и всегда себя перепроверяйте, если на то благословение. Вот это послушание и благословение всегда будет вас хранить от ереси и всякого заблуждения. И Господь вам обязательно будет подавать Духа Святого, если вы будете смиряться, послушаться и все делать по благословению. Потому что такое устройство Божие на земле в Церкви Христовой. Дай Бог вам все это понять, дорогие друзья. Помоги всем Господи. Молитвами Пречистой Богородицы и Держану Владыки Нашей Зосимы. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова